Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Стартует здесь сейчас программа «Спасибо, доктор!». Напомню, о чём этот проект. Он весьма молод и свеж, и как раз-таки знакомимся мы с врачами Калининграда и области, узнаём вот как раз-таки их, скажем так, человечную сторону, чем они занимаются помимо работы, как они вообще пришли в эту профессию. Ну и вот сегодняшний эфир не исключение. Как я говорю, жертвой моих пыток сегодня стал Голиков Михаил Иванович, врач-хирург хирургического отделения БСМП. Доктор, здравствуйте! Здравствуйте! За эфиром поговорили немножко, да, выяснили в итоге, как доктор пришёл в профессию. Я думаю, что для наших слушателей это тоже будет крайне интересно, какие специалисты работают у нас, в частности, в БСМП, да, кто вот готов к нам всегда прийти на выручку, на помощь. Как вы пришли в эту профессию? Что вас сподвигло? Ну, профессия, конечно, очень интересная, и на этапе становления студенческой такой жизни, даже до этого, родители сподвигали на то, чтобы пойти в медицинский учиться. У меня друг был и есть, который на три года раньше уехал учиться в Питер, и его рассказы о студенческой жизни, они, конечно, создали такой ореол свободы развлечений и учёбы, естественно, что захотелось поехать. Вот, и во время учёбы непосредственно стал понимать, что это очень такая достойная профессия, интересная, и постепенно вот сформировалась тяга к хирургии. То есть вы не из династии врачей, никто из родственников у вас к этой профессии не относится? Ну, классическое такое понимание династии нет, у нас нет. Вот, может, дети пойдут по моим стопам, но покажет время. Где учились? В Санкт-Петербургской академии Мечникова, ну вот потом она переформировалась в университет. Ну, собственно говоря, там основное обучение, потом интернатура и ординатура. А как родители всё-таки отнеслись к тому, что вот они вроде как наставляли, пытались, и вы согласились? Не, очень позитивно наставляли, было непросто отправить ребёнка учиться в другой город, я сам из Новороссийска, вот, и непосредственно поддержка их на первых годах обучения финансовое и моральное была очень важна. Ну, потом уже начал работать, обеспечивать себя, молодую семью, и так пошло-поехало. Часто к вам обращаются друзья, знакомые, или, может быть, кто-то через родственников, что вот у вас же вот есть, вот Миша, он же доктор, может быть, он подскажет, как помочь, как вылечить, то есть без приёма, без ничего, просто по телефону. Часто? Конечно, конечно. Я отношусь к этому спокойно, потому что если есть возможность помочь, как-то решить чужую проблему, чужую боль, то надо помогать. Вот, как говорится, сердце не камень. Ну, я думаю, зачастую, кстати, все ваши коллеги, кто здесь был, да и другие специалисты, относящиеся, я имею в виду, что тоже к медицине каким-то образом, всегда говорят одну и ту же фразу, что в медицине нет случайных людей. То есть вы согласны, что это так и есть? Либо всё-таки, может быть, если человек приходит туда с другими, скажем так, может быть, даже корыстными целями в плане финансового благополучия, то это тоже, в принципе, неплохо, он же старается выполнить свою работу, тоже хорошо? Ну, каждый достигает, конечно, своей цели, и сама система медицинского сообщества, она действительно не принимает людей, которые не идут туда с чистым сердцем, и желание заработать денег, прокормить семью, это абсолютно естественно нормальное желание, но момент вот морального такого участия и переживания за пациента, он является очень главным таким, основным. Поэтому тот, кто готов, тот остаётся, а тот, кто ушёл, просто делает свой выбор, и это тоже заслуживает уважения, как и любой выбор. Такой весьма философский специалист у нас сегодня в гостях. Хорошо, тогда скажите, как вы, может быть, отдыхаете? Всё равно же это такие моменты тяжёлые, да, когда ты вот помогаешь человеку, особенно в каком-то критическом моменте, да, и вот вы уже, допустим, заканчиваете смену, как вот какой-то, не знаю, момент релаксации проходит у вас, да, вообще снятие напряжения и так далее? Может, есть какие-то хобби интересные? Ну, первый момент релаксации и отдыха — это семья. Подходя к двери, вставляя ключ в дверь, уже слышу, папа вернулся, всё, бегут там со всех ног, и усталость просто сразу забывается. Вот, а так стараюсь поддерживать здоровый образ жизни, возможности. Вот, бегаю по Верхнему озеру, участвую тут во всяких там полумарафонах на очень любительском уровне на велосипеде, в том числе с коллегами, участвую во всяких мероприятиях. Ну, стараюсь жить. Это как велопробеги, да? В велопробеги, да. В виде этого. Почему именно хирургия? Ну, это очень, во-первых, такая мужская профессия, не хочу обидеть женщин-хирургов, к ним с огромным уважением отношусь, но делать что-то руками, мастерить и что-то создавать, это вот какое-то, имеет энергию какую-то вот мужскую, и тоже не хочу обидеть терапевтов, я бы не смог работать терапевтом. Вот надо чем-то помочь, вот по-настоящему. Поэтому как-то вот хирургия прикладная, вот, она в моем сердце вот завладела с начальных вот моментов обучения. Это относится, наверное, к тем моментам, когда ты результат практически видишь вот здесь и сейчас, да? То есть не спустя какое-то время, а вот уже понятно, чем ты помог. Как вы думаете, какими качествами должен обладать хирург? Во-первых, стрессоустойчивость. То есть ты должен понимать, что худший твой враг – это паника. Вот. Такое, наверное, состояние, как многофункциональность, многозадачность, потому что ты должен понимать, что помимо твоей работы с конкретным этим пациентом, тебе нужно еще держать в голове других своих пациентов. Ну, это, наверное, как и всем врачам присуще. И, наверное, в какой-то мере отвага хирургическая. То есть, наверное, не бояться идти вперед, помогать. И где-то в тяжелых ситуациях брать на себя ответственность. Потому что принять решение и сделать какое-то действие нужно иметь мужество. Поэтому я думаю, что мужество в том числе является таким качеством хирурга. Одним из главных? Возможно. Возможно. Мы обсудили чуть ранее, что уже 13 лет, да, вы практикуете в этой профессии, в частности. Вы помните своего первого пациента? Может быть, с каким-то страхом, опаской к нему подходили, когда вот именно вам дали возможность именно вот уже провести себя как хирургу? Да, это такая немножко трагичная в моей памяти история. Потому что как молодому врачу выдали достаточно таких бесперспективных пациентов, чтобы сразу окунуть во все реалии. Это было в Санкт-Петербурге, в Академии. И, к сожалению, был очень возрастной больной дедушка. Выполнили ампутацию. Но, к сожалению, его совокупность болезней, она прогрессировала. И так получилось, что вот я его на всю жизнь запомнил. Как я пытался, бился. И опытные доктора, наставники говорили, не драматизируй. Это жизнь, это реальность, и люди уходят. Но это тяжело, мне кажется. Особенно, когда это вот что-то первое. Первые случаи, это вот максимально тяжело. Потому что все равно, так или иначе, ты пропускаешь каждую судьбу через себя. И каждый трагический случай, он таким отпечатком остается. Вы, не хочу сказать неправильно, верите, не верите вообще, что возможно такое событие, как профессиональное выгорание, профессиональная деформация в вашей профессии? Сто процентов. Просто нужно в какой-то момент себя поймать за руку, посмотреть на себя со стороны и понять, что пациент, когда ты находишься в состоянии стресса, когда ты устал, когда ты переработал, пациент не виноват. И то, что у тебя большая нагрузка, это не его вина. Это вина, скажем так, системная. Твоего какого-то участия где-то не успел, где-то много работы на себя завалил. Ну и, в принципе, ситуация. Поэтому, когда ты чувствуешь, что ты устаешь и выгораешь, либо это поменять полностью род деятельности какой-то, то есть заняться спортом, поехать на прогулку какую-то, заняться каким-то любимым делом, пообщаться со старыми друзьями. То есть надо что-то менять резко для того, чтобы вот эта ситуация стресса, она не накапливалась. Вы так предвосхитили мой вопрос. Хотела как раз вас спросить, есть ли какие-то лайфхаки, чтобы как раз с этим бороться? Топ-5 лайфхаков для хирурга. Потому что часто встречаются, опять же, нелюбимые всеми социальные сети и так далее, когда говорят, что вот, доктор как-то черство отнесся к моей проблеме и так далее, и так далее, что мы должны просто понимать, что это мы пришли к врачу, и это у нас вот сейчас впервые встреча с доктором, а у врача до этого пациента еще было столько же практически с аналогичными, может быть, даже жалобами, с идентичными проблемами и так далее, что там уже, в принципе, все решается на автомате. Ну, насчет первого пациента мы выяснили, да? Я вас спрашивала до эфира, и вот все-таки хочется еще раз немножко развить эту тему, как часто вы слышите слова благодарности от своих пациентов? Ну, практически каждый день, потому что объем операции, количество пациентов большой, и практически каждый день там один-два человека выписываются домой с выздоровлением, кому-то сделали операцию, кому-то лечили лекарствами без хирургических вмешательств, и это окрыляет, это приятно, ощущать то, что ты сделал доброе дело, помог, особенно когда ты чувствуешь, что ты сделал что-то такое этакое, и в ситуации, когда могло быть хуже, а ты сделал так, что стало намного лучше, с наименьшими травмами, это приятно. Я вот говорю про лапароскопию, то есть она позволяет прям значимо укоротить срок лечения и улучшить состояние пациента. Просто с позиции стороннего наблюдателя я могу сказать о том, что вам в этом случае крайне повезло. Может быть, когда врачи работают в каких-то экстренных бригадах и так далее, когда это все очень быстро, и потом пациент проходит дальнейшую тоже реабилитацию в других отделениях и так далее, то есть им не счастливится, как вам, слышать слова благодарности от врачей, ой, от врачей, господи, простите, от пациентов, в частности, вот врачам. Почему? Потому что, собственно, для чего эта программа существует, чтобы очередной раз подтвердить, да, что это необходимо, что это важно. Продолжается программа «Спасибо, доктор». Сегодня мы, не побоюсь того слова, восхваляем, да, всячески одариваем комплиментами и узнаем близко доктора, который сегодня в студии, Голиков Михаил Иванович, врач-хирург хирург хирургического отделения БСМП. Еще раз, доктор, здравствуйте. Немножко покопались, да, в вашей такой подноготной, ну, в хорошем смысле этого слова. Как пришли в профессию, узнали, сколько работаете, да. Ну, кстати, вот этот случай насчет вот вашего первого, да, пациента, несколько тогда меня тоже задело. Это очень как-то двойное, знаете, такая палка о двух концах. Вроде как бы и сразу ты окунаешься, да, вот в эти все моменты, которые тебя будут ждать на протяжении всей твоей, да, профессии. Ну и тот момент, опять же, не совсем хороший, когда это может отвернуть, наоборот, человека, да, студента еще от этой профессии, что он может понять, что нет, я не готов, да, встречаться вот с такими ситуациями, с потерей своего пациента. Это тяжко. Ну, я думаю, что ребятам, кто собирается идти в медицину, неважно, это сестринское дело или лечебное дело, нужно реально понимать, что происходит в медицине. И не смотреть по сериалам, как это вот красиво, классно и энергично, а понимать, что помимо титанического труда с документацией, жалоб пациентов и негативного настроя общества, которое ищет всегда виноватого не в себе, а вот в ком-то другом. Да, есть еще вот труд с человеком, общение, и нужно быть готовым к этому. Поэтому молодым ребятам нужно ходить в больнице, смотреть, практиковать, не для того, чтобы быстрее пройти практику летнюю и побежать на море, загорать, а чему-то научиться. Как я уже говорила, да, у нас обычно такие темы различные мы поднимаем, сегодня прям такой философский у нас эфир получается, и опять у нас с вами какая-то, знаете, такая ментальная связь, потому что я как раз хотела спросить, смотрите ли вы, опять же, с семьей, например, сериалы о медицине, да, какие-нибудь там «Доктор Хаус» или там «Скорая помощь», что-нибудь такое. Ну, бывает, да, бывает, когда в свободное время что-нибудь смотрим, и так интересно смотреть, как режиссеры все это преподносят, какие-то ляпы бывают такие мощные. Вот я и хотела сказать, либо вы все-таки со стороны обычного бывателя, что вот, это художественный замысел, можно... Несомненно. Блин, ну это же не тот препарат, не тот диагноз, ничего непонятного. Несомненно, обращаешь на это внимание, ну, так как-то где-то с иронией, где-то с интересом, вот, поэтому... Для себя что-то подчерпнуть можно? Научиться нет. Ну, научиться нет вообще, в плане, может быть, каких-то, опять же... Житейских ситуаций, да. Да, зацепок вот с пациентом, как, может быть, его к себе расположить и так далее. Как говорил «Доктор Хаус», все врут. Все врут. Ну, слушайте, сложно не согласиться, да? Давайте рассмотрим конкретные случаи тогда уже из вашей практики. Для нас будет сейчас такой мини-сериал, где вы будете главный герой. Что-то интересное, хотя бы несколько случаев. Я знаю, что вы у нас готовились к эфиру. Кого-нибудь сейчас озвучим. Ну, хотелось бы рассказать несколько историй таких, которые отражают нашу работу. Вот, в частности, в 21-м году, 1 сентября, в 4 утра, привезли по скорой помощи мужчину, в 63-х лет, он, к сожалению, уснул за рулем и получил тяжелую травму в ДТП. Ввиду того, что были признаки внутрибрюшного кровотечения, мы его взяли в операционную сразу же. И непосредственно на операции обнаружили, что у него повреждены структуры холедоха. Это желчеводящий такой проток мощный. Он был просто-напросто оторван от 12-перстной кишки. Мощное было внутрибрюшное кровотечение. Сделали весь объем необходимый для того, чтобы сохранить ему жизнь. Потом, когда все успокоились, выдохнули, сделали анализы, провели компьютерную томографию и выявили, что у него, помимо всего этого, был разрыв поджелудочной железы в области перехода из головки в тело поджелудочной железы. И вторым этапом, когда уже накопили силы, понимали, что нужно делать, адреналин, уровень снизился. Пошли на вторую операцию, сделали реконструктивную операцию между холедохом и участком тонкой кишки. И туда же соединили поврежденные участки поджелудочной железы. Длительно мы его восстанавливали. С тех пор прошло уже два года. Мы недавно с ним связывались. Имеем такую практику поддерживать связь с пациентами, которые особенно запомнились нам по тяжести своих. каких-то болезней. И у него все хорошо работает. Может быть, даже сказать, набрал вес немножко. Поправился во всех смыслах этого слова. У нас сегодня на эфире обычно мы хотели бы видеть и пациента, чтобы он со своей стороны рассказал, как это все проходило и так далее. Не совсем получилось в сегодняшней программе нам предоставить главного героя по ту сторону, скажем так, больничной палаты. Но, тем не менее, давайте пару слов скажем о той вот девушке, женщине, которая, может быть, должна была, но ввиду, опять же, своего состояния не смогла присутствовать сегодня. Эта история совершенно недавно произошла 12 июля. Наша гостья из Иркутской области, гуляя по литовскому валу, попала в тяжелую жизненную ситуацию, упала, получила тяжелые травмы, была доставлена к нам по скорой помощи. И ввиду того, что у него тоже были признаки внутрибольшного кровотечения, была взята в операционную. Выявили то, что у нее разорвана правая доля печени, достаточно глубокий разрыв, ввиду того, что ситуация была критическая, состояние было очень тяжелым. Приняли единственное правильное решение – перейти к этапной хирургии. Это та хирургия, которая помогает спасти жизнь в тяжелых ситуациях. То есть первым этапом затампонировали салфетками печень, для того, чтобы восстановить кровотечение, чтобы была возможность поднять давление, восстановить ее потери крови. В послеоперационном периоде она находилась в палате, реанимация получала комплексное лечение. И вторым этапом уже спустя 6 дней мы убедились, что кровотечения нет. Убрали тампоны, и печень осталась благодарна проведенному лечению. И мы добились того, что со стороны живота все вопросы были решены. Наши коллеги-травматологи помогли сохранить работоспособность конечности. Собрали титановым стержнем, пластиной, плечо. Вот, собственно, вся команда сработала четко. И, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить своих коллег за сплоченный такой труд отделения реанимации, травматологии, хирургическое отделение, не только врачей, но и сестер, и санитарок, потому что только вот слаженная командная работа, она позволяет достигнуть такого хорошего результата. Михаил Иванович, это так мило. Вот вам тоже, ну потому что хочется, наоборот, вам говорить эти слова благодарности. Кажется, что на словах это все быстро. За пару минут вы перечислили все, что было проведено, но мало кто может понять и осознать, сколько человек провел, да, дней в больнице, сколько труда это стоило врачам, да, опять же, и эмоций, и жизненных их сил, да, и вообще как бы их профессионализма и так далее. То есть какой-то вообще, ну, титанический объем всего был затрачен, да, чтобы сохранить человеку жизнь и здоровье, как минимум. Поэтому, конечно же, да, всем отделениям, которые были причастны конкретным случаям, наши слова благодарности в том числе. Я думаю, что наверняка пациентка как бы не остается в стороне, просто она до сих пор, да, проходит еще какие-то реабилитационные... Она восстановительное лечение проходит сейчас в связи с полученными травмами ребер и посттравматическим пульмонитом. Но, скажем так, нам удалось сохранить ей жизнь, и я уверен, что в ближайшее время она вернется в строй, она медик, вот, и будет помогать. Также помогать людям, да? Да. Вот очень быстро, видите, а вы так переживали, прошло время нашей программы. Буквально, может быть, в завершении часа какие-то пожелания от вас для наших радиослушателей как-то быть аккуратней, чтобы по скорой к вам не попадать. Да, надо ценить свое здоровье, потому что это единственный такой невосполняемый ресурс. Деньги и какие-то блага общества, это не так важно, как здоровье, потому что мы сами творцы своей жизни, и наше здоровье – это основное. Конечно, не уходить в крайности по каждому чиху, не беспокоить ни врачей, ни себя, жить в гармонии со своим телом, со своей душой, организмом, и просто быть аккуратнее. Спасибо. Ну и, собственно, по традиции спасибо, доктор. Напомню о том, что у нас сегодня в гостях был Голиков Михаил Иванович, врач-хирург хирургического отделения БСМП. С вами была Наташа Ремнева. Всем хорошего вечера.